В Саратове стартовали традиционные ярмарки «Дары осени». Только в прошлом году на таких площадках было продано несколько тысяч тонн сельхозпродукции. На них представлены товары в основном местного производства, но есть и продукция других регионов. Глава города Олег Грищенко отправился на ярмарку и лично убедился в высоком качестве товаров. Мы работаем с 8 до 7 до 8 часов. По сути дела до последнего покупателя. В любой работе, да, чтобы люди успели прийти с работы. На таких условиях, выгодных и производителям, и покупателям, они никогда не работали. Были лишь стихийные торговые точки. Власти города с ними справились. Разместили организованные ярмарки торгующей сертифицированной продукцией почти в каждом жилом массиве областного центра. Чтобы жители могли приобретать свежую и качественную продукцию. Что это дает? Это дает, во-первых, для горожан огромное удобство. Для того, чтобы каждый житель города Саратова в шаговой доступности мог, проходя мимо, к своему дому, подойти и купить всю необходимую овощную продукцию, которая им нужна. Продукция в основном местная. Ее производят фермерские хозяйства Саратовской области. Говорят, раньше из-за стихийных рынков уходила вся прибыль. Клиентов перебивали заезжие производители, а свой товар пропадал и портился. У нас есть возможность напрямую реализовать свою продукцию по низким ценам. Люди очень довольны, все подходят, выражают благодарность. Товар весь сертифицированный. Продукцию у нас хватит на год вперед. Даже в зимний период, а весенний, мы занимаемся мясомолочным производством и готовы поставлять эту продукцию на рынке города Саратова. Одну площадку с крупными производителями делят частники, так называемые бабушки с помидорами. Им отвели специальные места для продажи излишков с приусадебных участков. Это серьезная поддержка для дачников. Выручка от урожая, оплачивают счета за свет и воду на участках. Есть выгода и покупателям, ведь крупные производители торгуют популярными овощами, такими как картофель, лук или морковь. У бабушек можно найти экзотику. Вырушаем? Ой, наоборот, выручаю. Чистами, что их куда? Раз, прибежал, купил зелень. Вот ребенок с лимит, захотел, где я ее буду искать? В городе таких точек более ста. Здесь легко уживаются и фермеры, и частники. Правда, места немного, говорят производители. Не весь ассортимент можно широко представить. По словам Олега Грищенко, на выходных начнутся и более масштабные ярмарки. У нас начинаются с 29 августа действовать ярмарки выходного дня. Это более крупные. Там у нас будет реализовываться уже вся продукция, которая, в общем-то, производится фермерами. Это мясо молочное, овощное будет добавляться, мед и многое-многое другое. Они будут размещены традиционно на театральной площади и на рынке в Юбилейном. Кроме того, площадки будут работать в заводском районе, где будут рады видеть как крупных производителей, так и бабушек со своей уникальной продукцией. Александр Филин, Станислав Жижин, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.